Настоящий триллер по мотивам русской классики. В Пермском театре у моста поставили спектакль Головлёвы, взяв за основу известный роман Михаила Салтыкова-Щедрина. Эту историю мостовцы показали в своем стиле через призму мистики. Что получилось в итоге, узнала наша съемочная группа. Спектакль-триллер. Так обозначили в театре у моста жанр новой постановки по роману «Господа Головлёвы». Это история дворянской семьи, где царит матриархат. Помещица Арина Головлёва управляет большим имением, деспотична и расчётлива. К своему легкомысленному мужу и детям большой любви не испытывает. Её сыновья и дочь не стали ей опорой, не нашли счастья в жизни. В богатом семействе одна за другой происходят трагедии. То загадочная смерть, то самоубийство. В итоге помещица понимает, что служила не семье, а призракам. И души мёртвых оживают на сцене театра у моста. Взывают к совести, требуют раскаяния. Режиссёр спектакля Сергей Федотов поясняет. Эта постановка – своеобразное продолжение пьесы «Паночка». И там, и там переплетаются ужасы, комедия. Героям приходится бороться с тёмными силами. Как и в «Паночке» очень яркие характеры, очень гротесковые. Поэтому это очень странно. Но я знал, что существует этот роман, но я не знал, что он существует для театра у моста. И мне совершенно случайно кто-то подсказал, говорит, а ты перечитай. Я вдруг читаю, и у меня волосы шевелятся. Открыть творчество Салтыкова-Щедрина заново для себя и для зрителей – такую задачу поставил перед собой коллектив театра. Вечно актуальные темы здесь подаются уважением к исторической эпохе. Спектакль, господа Головлёвы, спектакль-манифест. То есть я не просто ставлю Головлёвых, а я ещё и хочу заявить многочисленным режиссёрам и театрам, что нельзя осовременивать классику. Посмотрите, там бездны их раскапывать и раскапывать. Премьера Головлёвых состоялась. Следующие показы постановки пройдут в апреле. Юлия Зыкова, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей.